На Украине подтвердили информацию о смерти одного из координаторов правого сектора Александра Музычко, больше известного как Сашко Билый. На прошлой неделе лидер радикалов обвинял украинскую службу безопасности в попытках его убить. В российских правоохранительных органах пока официальных комментариев по этому поводу нет. Зато в следственном комитете сообщили, что изучат запись телефонного разговора Юлии Тимошенко, в котором она утверждала, что готова сама стрелять по россиянам. Дмитрий Гусев подробнее. Правоохранительные органы Украины официально подтвердили. Недалеко от города Ровно убит Александр Музычко, также известный как Сашко Билый, координатор правого сектора на западе Украины. По последним данным, он отдыхал в кафе «Три карася», откуда был похищен, вывезен за город и расстрелян, предположительно, из пистолета Макарова. Мы захищаем свободу чеченского и украинского народа против московской агрессии. Он воевал за деньги в Чеченской республике против федеральных сил. Активный участник националистической УНО-УНЦО после революции в Киеве на западе страны начал наводить свои порядки. Если кто-то глухий, немый или дурный, или кто-то с памятью не разумеет, то я выйду в Рынскую область и хунту. Врывался с автоматом на заседание Ровненского облсовета. Угрожал депутатам. Я сказал, кто из вас хочет забрать мой автомат? Кто хочет забрать мой пистолет? Кто хочет забрать мой пистолет? Кто хочет забрать мой автомат? Кто хочет забрать мои ножи? Потом унизил и избил местного прокурора. Подобные выходки даже в самом правом секторе некоторые посчитали, мягко говоря, неадекватными. Совсем недавно Музычка выступил с заявлением, что его хотят ликвидировать спецслужбы Украины, убить или передать российским властям. Попросил защитить его. Версий убийства сейчас множество. От голословных утверждений членов правого сектора о причастности российских диверсантов, до обычной мести местных жителей Ровно, которых Музычка обложил данью, устроил рэкет, словно в 90-х. За участие в бандформированиях на территории Чеченской республики, Следственный комитет России возбудил против Музычка уголовное дело и объявил в международный розыск. Украина, естественно, помогать отказалась. Сейчас ясно одно. Лидеры украинской революции начинают нести потери и дискредитировать сами себя. Вот и Юлия Тимошенко на своей страничке в социальной сети заявила. Разговор был, но о 8 миллионах россиян в Украине монтаж. На самом деле сказала, что россияне в Украине – это украинцы. Привет ФСБ. Извините за нецензурное. Речь идет о записи разговора между Тимошенко и депутатом от партии регионов Нестером Шуфричем. А что теперь делать с оставшимся 8 миллионам русских, которые остались на территории Украины? Они же сгои. Блин, их расстреливать из атомного оружия. Если это монтаж, то другие слова, о которых Тимошенко не упомянула в сети, получается правда? Надо брать оружие в руки и мочить этих, блин, кацапов, чертовых, вместе с их руководителем. Я скажу тебе. Просто жалею, что я не могу сейчас находиться там и что я не возглавляла все эти процессы. Они у меня Крым получили. Крым Украина продолжает считать своим. Сегодня в Верховной Раде второе чтение по закону об оккупированных территориях, согласно которому запрещена, например, организация любого сообщения – железнодорожного или автомобильного с полуостровом. Любая помощь Крыму карается конфискацией имущества и тюрьмой до шести лет. На фоне протестных настроений на востоке страны в СМИ попала информация о привлечении к подавлению антимайдановских выступлений зарубежных частных военных компаний. Эти кадры датированы еще начало марта. Донецк – митинг против новой киевской власти и люди с оружием. Видно, что это автоматы Калашникова, но форма бойцов вызвала ожесточенные споры. Кто-то уверял, что это сотрудники СБУ, кто-то – зарубежные наемники, плохо понимающие по-русски и по-украински. Речь может идти об организации «Грейстоун Лимитед», входящей в состав североамериканской компании под названием «Академия». Этакая ручная армия, кто платит за того и воюет. Понятно, что у Киева на это денег нет, а вот его ставленникам – Днепропетровске и Донецке, олигархам Коломойскому и Тарути – вполне по силам. На фоне этого назначенный министр внутренних дел Арсен Аваков похвастался новыми БТРами для Национальной гвардии. Их собирались продать в Ирак, но партию вернули из-за производственного брака. Дырок в броне. Дмитрий Гусев, ТВ-центр. И только что в МВД Украины сообщили, Александр Музычко был смертельно ранен при задержании украинскими правоохранительными органами. Продолжение следует...